Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Итак, заметила, что обычно, конечно, не все, но чаще всего психологи с ней советуют идти на конфликт, советуют не хамить на хамство, не орать, если на вас ору. Почему так, а если охота, а подавлять гнев это нормально? Я думаю, что здесь классический пример того, как несколько путаются местами причина и следствие, и крайне неверно выставлена корреляционная связь. Дело в том, что, во-первых, надо понимать, что психологи не советуют. Мы можем направить, но мы не советуем. Никто из психологов прямо откровенно советовать не будет. Это было бы нарушение профессиональной этики. Второе. Значит, вы пытаетесь какую-то статистику проводить. Заметила, что чаще всего психологи советуют или не советуют. Какие, кто, кому, в каких случаях. То есть, все это очень индивидуально. И как это на вас влияет, то, что психологи там что-то кому-то советуют, это тоже очень большой вопрос. Да? То есть, если вот чувствуется, что вы пытаетесь как-то вот за какой-то вот статистикой, вы пытаетесь спрятаться и спрятать свой собственный запрос. Дальше. Значит, не хамить в ответ на хамство, не орать, если орут в ответ и так далее. А если охота. Данную точку зрения нужно отличать от, например, христианской позиции смирения. Когда ударили по одной щеке, подставил другую щеку. Нужно отличать эти позиции, потому что они различаются. Дело в том, что отвечая хамством на хамство, человек ничего не добивается. Забегая чуть вперед, да, вы называете себе врагов, но если бы только это, вы не добиваетесь ничего. Отвечая хамством на хамство, вы не решаете проблему свою, вы не разрешаете свой внутренний конфликт. Но самое главное, вы становитесь зависимым от определенной модели поведения. Например, ваша тетя, пример, который вы приводите чуть далее, как раз таки зависима от того, чтобы ставить на место других людей. Она, конечно, может их ставить. Кого-то у нее получится поставить, кого-то не получится, но она может ставить. Другой вопрос, что она от этого зависима, и другой вопрос, что тратится на это огромное количество энергии, а внутренние проблемы не решаются. Это первое. Второе, на востоке, например, есть такое правило, что тот, кто кричит не прав, что в споре истина не рождается, что конфликтное поведение несет в себе только негатив. Соответственно, хамя в ответ на хамство и крича в ответ на крик на вас, вы увеличиваете количество негатива. Тем самым этот негатив влияет на вас, влияет на окружающих. Но ничего хорошего в этом нет. Кроме того, помимо того, что хамство и крики – это следствие внутреннего конфликта, это никак не разрешает ситуацию. Это приводит к эскалации конфликтов, к эскалации недовольства, к эскалации каких-то противоречий. Что в итоге может влиться в открытый конфликт, в открытое противостояние, в неприкрытое какую-то агрессию и так далее. Ну, как бы, все это в итоге приведет к энергии. Достаточно только представить, что бы было, если бы все люди поступали вот так. То есть в ответ на хамство, хамилю. Ну, что бы тогда было, недруно себе представить. Вообще, этот прием, когда хочешь понять, какое действие конструктивное, а какое нет, очень простой пример и очень действенный. Представить, что было, если бы все люди поступали бы так. Вот точно, как можно увидеть, конструктивная ли это модель поведения или нет. Что же касается того, что хочется и нормально ли подавлять гнев, то здесь другая сторона вопроса. В которой, так же, на мой взгляд, вы подменяете понятия. Во-первых, подавлять гнев ненормально. Другой вопрос, что выражать этот самый гнев можно по-разному. И совершенно не обязательно выражать гнев в виде крика, в виде оскорблений, хамства и так далее. Вообще говоря, именно для таких случаев существует техника идеосообщения. Вы можете найти эту технику в интернете. Дело в том, что любое чувство, в том числе гнев, оно несет в себе персонификацию. Это ваша персонификация данного чувства. То есть я испытываю гнев, потому что мне там что-то хочется, мне чего-то не хочется, мне что-то нравится, мне чего-то не нравится. Хамство, крик – это агрессия. Агрессия – это следствие на угрозу. Ну, реакция на угрозу. Но подобного рода реагирование на угрозу свидетельствует о том, что угроза болезненная. А значит, если угроза болезненная, значит есть, вот скажем так, ощущение тревожности, неприготовленность к угрозе, страх. Угроза, самое по себе, нормальная. Мы живем в мире, где существуют угрозы, но нормально же при этом иметь готовые решения в ответ на появляющиеся угрозы. Здесь встает вопрос о том, насколько хорошо вы себе доверяете. Желание хамить, кричать, агрессировать возникает, к сожалению, у тех людей, которые себе не доверяют, по большому счету. Именно по этой причине у людей возникает желание хамить. Почему недоверие? Потому что недоверие себе – это низкий эмоциональный интеллект. В первую очередь, то есть низкий уровень осознавания того, что человек чувствует. И, как следствие, возникает необходимость в более ярких чувствах, более сильных чувствах, которые человеком более легко распознаются. Поэтому, если вы, сознательно или нет, путаете причины и следствия. И, как я и сказал, за статистикой вы, на мой взгляд, пытаетесь спрятаться. Пытаетесь как-то, может быть, подменить понятия или, может быть, замаскировать свою тревожность. Дальше. Я смотрю на пример своей тети, она жутко любит скандалы. Эльвира, я стесняюсь спросить, зачем смотреть на пример кого-либо вообще? Ей нравится ставить на месте других много конфликтов. Вот это самоутверждение – это психологический скандал. То есть много скандалит тот, кто, с одной стороны, боится эмоциональной и физической близости, с другой стороны, тот, у кого проблема с самоутверждением, с самореализацией. То есть скандалит не самоактуализированная личность по маслу, например. Ну и скандалит человеку, у которого болезненно обострено чувство справедливости. Ну и последнее можно сказать про то, что скандалит тот, кто играет в игру «Попался негодяй». То есть по сути это человек, находящийся во власти проекции, проекцирования, то есть переноса. Вот, перенос это видение других того, чего в них на самом деле нет. И того, что как-то связано с самим собой. Другой вопрос, что вы почему-то смотрите на, например, своей тёте, вы полагаете, что она свободна, вам этой свободы хочется, вам этой свободы не хватает, вы думаете, что дети более свободны, чем вы, и вы ей завидуете. Нет. Тёте живёт в аду, указывает, каждый человек живёт в своём аду. Вот, указывает человеку свой набор проблем и ощущение этих проблем, в принципе, у всех одинаково. Ну там, это вот в норме, как бы. Поэтому Нину не думать, что тёте гораздо лучше. Другое дело, что вам не хватает свободы, да, но свобода не обретается в конфликте. Вот. Дальше. Значит. Так. Смотрю и думаю, ведь она не чувствует себя плохо, не ходит унылая, печальная, не страдает от болезни каких-то. В жизни я не слышал от неё слов, что она жалеет о чём-то или расстраивается. Тогда какой смысл быть хорошей девочкой? Понимаете, Эльвира, у меня ощущение, что вы, как подросток, бунтуете и, не знаю, противоречите. Ведь вы очень поверхностно берёте здесь информацию. Да? Очень поверхностно. Во-первых, повторюсь, для чего смотреть на пример кого-либо? Второе. Она не чувствует себя плохо, откуда вы знаете? Да, она может не чувствовать себя плохо после конфликта, когда она разрядилась по скандалам и так далее. Но! Она зависима от этого и если она не будет скандалить, она не будет чувствовать себя хорошо. А это значит, что человеку нужно иногда искусственно создавать конфликт. Это значит, что человеку нужно искусственно ставить кого-то на место. Я уже молчу о том, что никто не вправе кого-либо ставить на место. Потому что, когда кто-то кого-то ставит на место, это означает, что тот, кто ставит на место, считает себя выше. А это не так. Вот. Да? То есть, человек зависим, в данном случае, от конфликта. И его, как бы, гемеостаз, его равновесие зависит от того, по скандалитам или нет. Это по сути разновидность наркомании, разновидность зависимости. Дальше. Значит, так. Смысл быть хорошей девочкой. Смысл... Нет смысла в том, чтобы быть хорошей девочкой Эльвира, потому что хорошая девочка. Само слово хорошая, это оценка. Смысл быть той девочкой, которой вы хотите быть. Вот. То есть то, что вам идёт на пользу, а конфликт на пользу не идёт. Здесь опять уточню. Она не единственный пример. Таких людей я знаю много, никто не страдает. И что? Вы как будто, знаете, вы как будто спорите, Эльвира, с нами. Вот я не очень понимаю, зачем вы спорите. Если вы хотите решить какую-то проблему, давайте её решать. Если у вас есть какой-то запрос, давайте этот запрос... Давайте с этим запросом будем работать. А так, это... Из серии давайте поспорим. Нет, Эльвира, это так не работает. Самое неприятное мне делать с такими, но вот с самим таким, как лампочки моё мнение. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Это опять очень поверхностная история. Вот. Зачем жить в мире? Согласие, если можно воевать с целукорными, мне и в ус не дуть. Вы никогда не будете в ус не... Вы никогда не будете... Эээ... Не дуть в ус, если будете с кем-то воевать. Потому что если вы воюете, значит, вы признаёте важность этого человека для вас. Это лицемерие. Наверное, разница между тем, что я как бы ищу разрешение конфликтовать. Может мне это просто позволить себе? Нет. Это вообще не впустит. Я сама вполне могу подскандалить. Это кто-то начал воровать на меня, например. Но я думаю, он их не делает это по счастью. Потому что почему-то нет. Очень странный для взрослого человека аргумент. Человек хочет выбить свой парень на меня. Открывает. Я хочу излить на него свою ярус. Откорбить в ответ. Что-то такого. Эльвира, для чего вы это говорите? Вот смысл вашего вопроса. Я не очень понимаю смысл вашего вопроса, Эльвира. Я говорю, вы применяете понятие. Вы как бы вырываете из контекста определенные фразы. Вы нарушаете корреляционные цепочки. Вы не хотите разобраться. Вы хотите, чтобы мы подтвердили ваше видение. Нет. Такого не буду. Определитесь, пожалуйста, с своим запросом именно к психологу. Я вижу, что у вас не первый же вопрос. Я думаю, вам нужно выбрать специалиста для индивидуальной терапии и работать с ним над всеми вопросами, которые вас интересуют. Потому что, задавая публичный общий вопрос, вы свою проблему не решите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Продолжение следует...